Ваше служение и воинское, и священническое тесно связано с Русским Севером. Как мы знаем, вы свой священнический путь начинали в отдаленном селе, где до вас ни один батюшка не задерживался. И, конечно, можно много говорить о том, что путь священника – это сложный путь, что необходимо пройти через испытания, так, собственно, и говорят. Но есть и другой взгляд на вещи сегодня, который сводится к тому, что, мол, новое поколение может выгореть, его надо беречь. А как лично вас Русский Север воспитал? Ну, конечно, я к своему служению новому, монашескому, священническому, архиерейскому пришел через долгий путь предварительный. Все-таки я 26 лет отслужил на Северном флоте. И, конечно, это была очень большая школа. Школа командира корабля, профессионального военного. И это очень помогает. И, конечно, я скажу, что много у меня достаточно священников, пришедших именно с флота. Это совсем другой контингент. Это надежные люди, которые понимают, что такое дисциплина, что такое ответственность. Они берут на себя ответственность и готовы нести эту ответственность, принимают решения. Это порядок и, ну, в общем, большая порядочность, вот я скажу. То есть это то, что должно, ну, всегда отличать каждого офицера, казалось бы, во все времена. Вот. Поэтому для меня лично, конечно, Север сформировал меня в полной мере. И я надеюсь, что те качества, которые я приобрел во время службы морским офицерам, они мне очень пригодились. Они пригодились, вот вы говорите, выгорание. Да, вот священник выгорает. Я скажу, что это зависит от общей атмосферы вообще в целом, допустим, в епархии. Вот. Священник, он должен подпитываться от своего архиерея. Архиерей должен не властвовать и не, так сказать, вот эксплуатировать, как бы вот так вот, таким грозным быть князем церкви. А он должен быть отцом. Отцом и духовником. И в таком случае священнику не придется перегореть. Он будет все время находиться в подпитке. Это вообще должен быть единый организм. Что все священники должны друг с другом пребывать в братской любви, а не каждый сам по себе. Этого достичь бывает весьма непросто. И гораздо проще пойти по другому пути. Но вот я скажу про свою территорию моего канонического управления. У нас, вот слава богу, все сложилось. И я не думаю, что кто-то из моих батюшек скажет, что он выгорел. Он наоборот, они только начинают гореть, и у них только лишь движение вверх сейчас происходит. Вот это мне радостно. А как сейчас складывается жизнь на севере? И можно ли говорить о духовном возрождении русского севера? И если взять, к примеру, ваш кафедральный город Мурманск, мы знаем, что грядет строительство большое. Расскажите, пожалуйста. Да, конечно. Мы должны понимать, что наша епархия вообще молода. Мы в этом году, у нас юбилей, 25 лет. Но, тем не менее, у нас так до сих пор, и что уникально вообще по всей России, так и нет кафедрального храма. Вот он все время собирался строиться, все время ему находили место, место не подходило. Вмешался святейший патриарх в эту историю, сколько можно в конце концов. Даже специально сам объезжал город и показывал, но все как-то вот никак. И оказалось, все дело было в том, что мы ленивы и беспамятны. Вот буквально только лишь несколько месяцев назад мы открыли уникальные документы в архивах Гарфа. Документ, рассказывающий о последнем заседании Святейшего Синода, прежде чем все рухнуло в феврале 1917 года. Закончилась империя, закончился Святейший Синод. Началась другая история. Но чему было посвящено последнее заседание, прежде чем все рухнуло? И вот эти документы я даже захватил с собой. Вот видите, заседание Святейшего Правительства Синода об открытии всероссийского сбора на сооружение в Романами на Мурмане величественного храма-памятника, посвященного всем погибшим во Второй Отечественной войне. Так называлась Первая мировая. Она, как известно, была оболгана изо всех сил нашими, так сказать, большевичками. Вот. Потому что это был позор. Они заставили нас проиграть эту войну, которую мы выиграли. Поэтому не хотели это воспоминать и всячески обзывали. Там буржуазная, империалистическая. Это была героическая война. Вторая Отечественная. После Первой с Наполеоном была вторая. А с 1945 года должна была третья Отечественная. Но все перекроили в советские историографы. И вот теперь стало время воздать справедливость. Вспомнить о тех миллионах героев, которые положили свои жизни. И их победу украли. Предатели украли. Но мы-то наследуем все-таки той империи. И поэтому наша задача сейчас – выполнить это повеление императора, его благословения, решение Святейшего Синода. Вот удивительно. Тут подписи я смотрю. Стоят. Практически все новомучениками стали все члены Синода. Тут и Патриарх Святейший, в то время еще только митрополит. Соответственно, Тихон. И Сергий Строгородский, тогда он филляндский был. И Владимир Киевский, первый мученик. Вот они все подписали это. И на этом закончилась история империи. Но она закончилась этим решением. И неужели мы сейчас не выполним? Я доложил это его святейшество, доложили в правительство уже России. Эта идея активно поддержана, что, конечно, мы имеем памятник Христа Спасителя. Это война первая отечественная. Мы имеем храм в парке Патриот. Это наша третья отечественная. А как же без второй отечественной? Вот город Мурманск, который Романов на Мурмане, он должен обязательно выполнить это повеление. И там должен возникнуть величественный храм памятников в честь всех миллионов, отдавших свою жизнь за наше отечество в той войне. Ну и хочется отметить, что это был бы, наверное, самый правильный ответ на все те вызовы, с которыми сталкиваемся не только мы как страна сегодня, но и как мир в целом. Да, конечно. Дело в том, что когда сейчас мы стали искать место, а места в Мурманске нет, все застроено. Очень достаточно сложно найти для большого храма где-то в достойное место. Все там использовано. И вдруг это место перед нами открылось. Там был когда-то парк аттракционов, колесо обозрения. И недавно совсем это все снесли. И стоит площадка, и никем не использованная, возвышаясь над городом причем. Ну, для колеса обозрения там же подобрали, вы понимаете, это же такое важное дело-то. Вот. И когда стали мы разбираться, оказалось, что на этом месте было кладбище. Кладбище всех побивших в Первую мировую. И в том числе там была масса захоронений наших союзников. Там было отдельное кладбище англичан, там были и сербы, там много кто были захоронены. В советское время их якобы перенесли. Но мы знаем, как в советское время относились. Вот. И мы предполагаем, прежде чем начать, конечно, строительство, провести там археологические изыскания. И, возможно, мы обнаружим это кладбище. И то, что этот памятник будет стоять как символ нашего прошлого какого-то единства, союзничества с европейскими странами. Это очень важно в наше время, когда такое стоит противостояние. И полное забвение вообще всех принципов, по которым жило человечество еще не так давно. Ну, видимо, Божий промысел тут. Безусловно, тут однозначно Божий промысел.